ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Впрочем, документ пока не избавляет его от приставки исполняющей обязанности. Она исчезнет только после торжественной церемонии вступления в должность. Сегодня избирательная комиссия Университетской области приняла постановление о регистрации избранного губернатора Университетской области. Таким образом, в соответствии с уставом Университетской области, сегодня начинается 10-дневный срок, по истечении которого, а именно 1-го церемония 2016 года, Сергей Иванович Морозов обязан вступить в должность губернатора Университетской области. Напомним, в единый день голосования Сергей Морозов одержал убедительную победу на выборах. Своё доверие ему выказало более 54% жителей региона. Ближайший конкурент отстал более чем в два раза, а бронзовый призёр губернаторской гонки – почти в 10 раз. Это подтверждение огромного народного доверия и поддержки и не только меня, но и того экономического, социального, да и политического курса, которым наша область следовала уже на протяжении последних 12 лет. И такое голосование подтвердило правильность этого. А ещё это удостоверение, конечно, огромный аванс на будущее. Аванс, который выдали граждане Российской Федерации, проживающие на территории нашего региона. И я от души поздаю всех вас, уважаемые коллеги, друзья, жители нашего региона, за оказывание доверия. Вместе с Сергеем Морозовым новое удостоверение депутата областного парламента получил победитель дополнительных выборов по Корсунскому одномандатному избирательному округу номер один – Руслан Кантемиров. Разумеется, законодательное собрание собралось не только для вручения удостоверений. Мы сегодня рассмотрим заявление депутата Куриного о том, что он переходит на работу в Государственную Думу и он прекращает свои полномочия в этой связи. Вот наряду с этим ещё будет ряд вопросов таких уже процедурных, которые запланированы. Мы их сегодня будем рассматривать. В частности, депутаты одобрили увеличение ежегодной денежной выплаты детям войны, приняли не имеющий аналогов в стране закон о мерах по обеспечению устойчивого развития монопрофильных населённых пунктов и внесли ряд изменений в программу управления государственной собственностью. Георгий Кузнецов, Павел Макаров. Новости Ульяновской правды.